В нашем районе состоялся муниципальный этап краевого конкурса «Лучший казачий класс». Участники увлекательного состязания собрались в 16-й средней школе имени Героя России гвардии майора Сергея Таранца. Подробности в нашем следующем репортаже. Кубанское казачество возродилось и развивается не на пустом месте, а на почве богатых исторических традиций. Их сохранение и поддержка немыслимы без постоянной заботы о молодом поколении. Эта действенная поддержка приносит свои благодатные плоды. В этом мы убедились, попав на торжественное открытие конкурса. Замечательные ребята в казачьем пополнении, образованные, одаренные, артистичные. Казак – это воин, но он должен быть не только физически сильным, он должен быть сильен духовно. Он должен знать свои обычаи, традиции, устои, потому что у нас богатейшая кубанская культура. И, конечно же, наша основная задача, чтобы дети это знали, это чтили, помнили и передавалось оно из поколения в поколение. Конкурс прошел с целью повышения творческого потенциала учащихся классов казачьей направленности, их духовно-нравственного воспитания, интеллектуального развития молодого поколения. Ребята состязались в трех номинациях, а именно защищали исследовательскую работу по истории казачества, показывали представления о традициях и обычаях казаков и демонстрировали народные казачьи игры. Исследование различных периодов истории местных казаков обогатило память юных историков ценными фактами из жизни. Защищая свой доклад, ребята использовали фотографии и другие исторические материалы. Мы писали эту работу для всех, но главное это были сверстники. Мы написали, чтобы сверстники гордились им и чтобы брали с него пример. Большой интерес у всех вызвало театрализованное представление обрядов и обычаев кубанских казаков. Кто бы подумал, что то же квашение капусты – это и рецепты в действии, и обмен опытом, и радостное общение, и песни. Настоящим источником вдохновения стала история переселения казаков на Кубань. Уже стоят повозки в ряд, по муро старики глядят, ведь точный трудно дать ответ, увидятся когда или нет. Захар к отцу оборотясь, да старикам всем поклонясь, сказал, мы вас не посрамим, из-за России постоим. Юные артисты с энтузиазмом воскрешали на сцене подробности старинных казачьих сказочных былей. О победах над огромными рыбой, орлом, скорпионом, которые очевидно символизировали многочисленных казачьих недругов и суровые силы природы. Сила духа и любовь к земле, потому что за свою родину каждый борется и каждый хочет сделать, чтобы никогда не было врагов на земле и так далее. И я считаю, что именно казаки, именно русские наши казаки, они справлялись с этим лучше всех. Жюри конкурса внимательно наблюдала за всеми выступлениями, оценивая их по достоинству. Очень приятно смотреть на ребят, ребят молодого нового поколения 21 века, которые вот так тщательно, скуркулезно изучают традиции, обычаи кубанских казаков. И вот мы сейчас видим это на сцене, представляют, вплоть до мельчайших подробностей и костюмы, и все приспособления, с помощью которых кубанские казаки проводили свои обряды. И музыка подобрана, знаете, профессионально. Ребятки очень артистично выступают. Народные казачьи игры, в которых смогли принять участие все желающие из числа конкурсантов, подняли настроение. Игры развивают ловкость, быстроту, способствуют общению и сближению. Во время подведения итогов и определения лучших во всех номинациях, самодеятельные артисты радовали собравшихся своим искусством, читали стихи, танцевали, пели песни. И так наступил самый торжественный момент – чествование и награждение победителей в трех конкурсных номинациях и в общем зачете. Третье место в общем зачете завоевала команда из 43-й школы, второй из 28-й и победителями стали десятиклассники из 16-й школы. Мы долго начали готовиться и очень рады, что выступили очень хорошо. У нас очень дружная команда, это нам помогло. Сейчас мы готовимся на край и выигрывать край, также защищать честь Славянского района. Победители муниципального этапа будут защищать честь района на региональном этапе конкурса. С каждым разом подготовка ребят радует, она лучше, лучше и лучше. И вы сегодня видели в ходе конкурса, насколько горели у детей глаза, как самим им это нравится. И я считаю, что в целях возрождения наших кубанских традиций мы это делать должны и будем делать. Будем проводить вот такие замечательные праздники, конкурсы. И я думаю, что мы живем на такой щедрой земле, кубанской земле, и кто, если не мы, будет эти традиции поддерживать и возрождать. Возрождение казачества наиболее ярко и зримо проявляется именно в таких мероприятиях, когда всем становится видно, что сохраняется самое ценное, что выработано в культуре казачества. Любовь к Кубани и России и высокое достоинство человеческих отношений. Андрей Вишневский, Игорь Иванович, программа События.